одна из самых популярных американских песен она была написана ко дню благодарения еще в девятнадцатом веке 1857 году автор песни джеймс лорды и под я встречала написание его имени по-русски как джеймс лорд пьерпунт и джеймс пирпон но по-английски его фамилия произносится как пипот я специально консультировалась пипот особую популярность эта песня обрела в сороковые годы прошлого века и это первая песня которая прозвучала из космоса произошло это 1965 году оригинальная мелодия отличается от мелодии которую мы слышим и знаем в наши дни и сначала песня получила название one house open sleigh но сейчас во всем мире она известна под другим названием джингл-бэлс джингл-бэлс жизнерадостная песня с красивыми поэтическими оборотами именно поэтому она остается популярной более 160 лет переходим сейчас к разбору этой замечательной песенки дашь мчаться стремительно быстро передвигаться дальше часть сквозь через деснау снег вот он вот этот снег который сейчас валит с неба поэтому с определенным артиклем потому что именно этот снег этой зимой который мы сейчас видим в окошко представим себе начнем с конца это вид саней запряженных животными лошадьми или собаками вот обычные самки на которых дети катаются это слэджи 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 а слэй это вид саней причем оупен то есть открытые бывают сани сверху с навесом то есть от снега от ветра а оупен слэй это открытые сани кстати катание на санях это традиционно русская забава но вот как оказывается и в америке была такая забава и уран хорс это одна лошадь и уран хорс оупен слэй это сани запряженные одной лошадью и таком часть сквозь снег в санях запряженных лошадкой а а может произноситься как это британский вариант но поскольку это американская песня то звучит а а это американский вариант что это значит это а или а над над это скажем так поэтический вариант хотя вы можете встретить его и где-то в разговорной речи именно в значении а над the fields над полями fields поля и we go вот очень часто это предложение переводят как над полями мы мчимся мы едем we go на самом деле я бы предложила несколько другой вариант который ближе по смыслу именно к данному предложению с одной стороны да возможно вот для рифмы употребляется не продолженное время не время continuous а present simple именно для рифмы вот такие вот отклонения от грамматики от правил грамматики они очень часто допускаются в песнях но мне кажется здесь все таки другой вариант и я сейчас его вам расскажу the fields we go то есть это поля по которым мы ходим то есть мы обычно ходим ну не имеется в виду что конечно вот поля на которых должно что-то расти и мы по ним там все время все время ходим имеется в виду окрестные поля поля в окрестности в окрестности от того места где герои живут ну представим что мы живем да итак над окрестными полями вот я предложила бы такой вариант что мы мчимся над полями которые находятся в окрестности то есть по которым обычно мы ходим мы мчимся над окрестными полями laughing all the way laughing смеясь all the way all весь the way путь дорога смеясь всю дорогу мчать сквозь снег в санях запряженных лошадкой на полями или через окрестные поля смеясь всю дорогу или радуясь всю дорогу bells on bobtail ring bells on bobtail ring bobtail может писаться как через дефис и также встречается слитное написание bells это колокольчики ring звонят а вот что такое bobtail tail это хвост а bob это коротко стричься ну наверное даже вы встречали такое выражение подстричься под боб то есть вид стрижки вид короткой стрижки это боб так вот bob tail это когда лошади купируют или обстригают хвост традиция купировать хвосты лошадям возникла еще в рыцарские времена коням коротко обрезали хвост чтобы хвост не зацепился за что-нибудь и не запутался ну например за броню которую одевали на коня итак колокольчики звенят на лошади с обрезанным хвостом making spirits bright ну вы наверное уже знаете значение слова spirit это дух душа а вот spirits это настроение кстати выражение make spirits вы можете встретить в значении делать духи но здесь несколько иное значение как следует из контекста making spirits bright делая настроение ярким или я бы сказала создавая яркое настроение создавая великолепное настроение колокольчики на лошади звенят создавая классное настроение создавая здоровское настроение создавая создавая радостное настроение создавая великолепное настроение you see what fun it is to ride and sing как весело безличное предложение безличное предложение tonight сегодня вечером a slaying song если переводить дословно то это саночная песня да или санная песня ну вот у нас есть санная трасса санный спорт а в русском языке такого выражения как санная или саночная песня нет поэтому давайте переводить как дорожную песню как здорово ли как весело ехать в повозке и петь дорожную песню или просто мчаться и петь дорожную песню jingle bells jingle это звон звенеть колокола bell это колокол или колокольчик и вот jingle bells можно перевести двояко с одной стороны это jingle bells это колокольчики вот именно такие вот звенящие колокольчики когда их несколько либо jingle bells звените колокольчики и так два варианта звенящие колокольчики и звените колокольчики jingle all the way jingle звените all весь the way путь дорогу о как здорово ехать в санях запряженных лошадкой эй и давайте споем все вместе все вместе в санях запряженные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что имеется в виду вот именно эта земля, о которой мы поем. Белая. Хотя можно перевести не сейчас земля белая, а бела земля зимой. Так поэтически, да? Гуляй. Гуляй пока молодой. Сейчас земля белая, бела земля зимой. Гуляй пока молодой. Возьми девушек. Сегодня вечером. И пой эту дорожную или эту саночную, эту санную песню. Вечерком возьми девушек с собой и про санки песню пой. Just get a bob-tailed bay. Just просто get, возьми или добудь. Bay. Мы начнем с этого слова разбирать. Bob-tailed bay. Что это такое? Bay это залив, бухта, отсек, пролет моста, лавр, лавровое дерево. Еще это протяженный, глубокий вой собак и волков. А вот именно здесь имеется в виду a bob-tailed bay horse. То есть вот horse можно опустить. Bay-colored horse with a crude tail. Это конь цвета bay с крупированным хвостом. Можно перевести одним словом на русский язык. Гнидой. То есть гнидой это темной, рыжей или коричневой масти с черным хвостом и черной гривой. Просто возьми гнидого. 2.40 for his speed. 2.40 as his speed. 2.40 имеется в виду 2 минуты 40 секунд for a mile. То есть as his speed. His speed – его скорость. Speed – скорость. То есть который пробегает милю со скоростью 2 минуты 40 секунд. Это очень быстрый жеребец. Гнидого раздобудь, что был он очень быстр. Можно так перевести. Hitch him to an open sleigh. Open sleigh мы уже знаем. Это открытые сани. Hitch – это препятствие. Неувязка. А также цеплять и запрягать. То есть запряги его в открытые сани. And crack. Crack – это трещина, затрещина, треска. А также щелк и звук кнута. You'll take the lead. To take the lead – это руководить, брать на себя инициативу и возглавить. You'll take – you will take the lead. То есть и ты будешь главным. Ты возьмешь на себя инициативу. Ты будешь управлять. То есть вжих! И ты уже погоняешь лошадь. Ты управляешь жребцом. Вжих! И ты погоняешь. All together now. Все вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 A day or two ago, I thought I'd take a ride. A day or two ago – день или два назад. I thought I'd take a ride. I thought – пришедшая форма от глагола think – думать. Я подумал. I'd take – полная форма. I would take a ride. To take a ride – взять поездку, то есть прокатиться. И если бы у нас было настоящее время, то звучал бы следующий вариант. I think – я думаю. I will take a ride – я прокачусь. Но поскольку здесь прошедшее время, смотрите, начинается I thought – начинается с глагола в past simple, то есть в прошедшем времени, то по правилу согласования времен, если предложение начинается с глагола в прошедшем времени, то далее не может следовать будущее или настоящее время. Настоящее или будущее мы переводим в прошедшее. И вот так появился такой термин, как будущее в прошедшем. Вспомогательный глагол will, который выражает будущее время, в прошедшем времени имеет форму would. I would take a ride. Я подумал, что я прокачусь, или я вздумал прокатиться. Я бы сделала такой литературный перевод. You see? Итак, по правилам согласования времен вместо будущего времени мы употребляем будущее в прошедшем, то есть would I take a ride. You see? Понятно? And soon, скоро, Miss Fanny Bright, Miss Fanny Bright, was seated by my side. Уже сидела рядом со мной. By my side – это, если переводить дословно, с моей стороны, да? Что имеет значение рядом со мной. Но обратите внимание, пожалуйста, на эти два слова. Or was seated. Кое-кто подумал, что здесь для рифмы вместо продолженного времени, or was sitting, вместо времени past continuous, or was sitting, поскольку у нас все действие здесь описывается во времени продолженном, да? Так вот, что для рифмы, для более благозвучного звучания вместо or was sitting поется was seated. На самом деле это не так. И я сейчас объясню. Or was sitting – это пассивный залог в прошедшем времени, в past simple. То есть, если переводить дословно, то была усажена. Была усажена. Конечно же, герой песни не взял эту Fanny в руки, на руки и не усадил. В сане. Здесь немножко иное значение. И этот оборот может вам встретиться, когда герой рассказывает о театре или о ресторане. Потому что вот пассивный залог, or was seated, употребляется, когда somebody sat down, they're following someone's direction. Когда кто-то сел, следуя чьему-то указанию. Что это за указание? Это не приказ. Это, допустим, вы приходите в ресторан, вас встречают и провожают к местам, и показывают на места, показывают на столик, за который вы садитесь. Или в театре вас встречает, служитель театра, и показывает вам места, на которые у вас приобретены билеты. То есть, когда вам показывают на место и приглашают сесть. Именно на эти места. Вот эти два слова имеют именно эти значения. Когда кто-то занимает место благодаря чьему-то указанию, где эти места находятся. Окей? То есть, в данном случае, герой пригласил эту фэнни с ним покататься и показал ей на место в санях. То есть, пригласил ее на это место в санях. Поэтому was seated by my side. То есть, фэнни была усажена рядом со мной. You see? Вот, понятно это значение? Was seated – это когда человеку показывают места, на которые ему предстоит сесть. You see? И в дальнейшем человек садится на это место. Вот в этом случае употребляется пассивный залог. Лошадка или конь. В данном случае будет конь, потому что вы увидите, что будет мужской род в английском варианте. был. Каким же он был? Лейн – это опираться, сухой, сухощавый, худой. Лэнг – имеет похожее значение. Худой, высокий, тонкий. Это один из любимых литературных приемов, которые применяются как в литературе, так и в песнях, когда два слова, являющиеся синонимами, два слова, которые имеют похожее или одинаковое значение, употребляются в одном предложении. Это такой литературный прием. Конь был высокий и худощавый, или конь был высокий и тонкий, если переводить так более мягко, или конь был тощий и тонкий. Мисс Форчин seemed his lot Мисс Форчин seemed his lot Форчин – это счастье, мисс Форчин – несчастье. Вот приставка мисс, она означает отсутствие признака, о котором говорится в корне слова. Поэтому мисс Форчин – это несчастье. Сим – казаться, симд – казалось, his lot Его судьбой Несчастье казалось его судьбой или казалось, что его судьба или его доля несчастья. И обратите внимание, his lot Его судьба его судьбой то есть используются личные местоимения. Наверное, вы знаете, что животные обычно обозначаются местоимением it. Это такое грамматическое правило. Но своих домашних любимцев, а также животных в мультфильмах и вот животных в песне и еще в каких-то литературных произведениях обычно не обозначают местоимением it. К ним применяют местоимения как к людям, то есть he и she. У нас чаще всего, когда мы рассказываем какие-то сказки деткам или поем песенки, то чаще всего по отношению к лошади употребляется местоимение женского рода, то есть лошадка. Это звучит так более мягко, более благозвучно. Но будем считать, что в этой песне имеется в виду конь. Конь. Конь мужского рода. Итак, несчастье казалось его судьбой или казалось, что его доля несчастья. мы побежали и мы куда-то забежали, да? Куда же мы забежали? Into это движение внутрь. Into это движение внутрь. Итак, drift это плыть по течению, наносить ветром и наметать сугроб. Bank это банк, берег, делать насыпь и образовывать наносы. То есть это вот a drifting bank это какой-то такой высокий сугроб, который намело метелью. И we ran into a drifted bank мы врезались в снежный сугроб. Ну вот с этой вот лошадкой. And we got upset. В некоторых в некоторых песнях вы встретите upset. Upset вместо последнего слова. Это расстраиваться, а также опрокинуться. Что такое upset? Это поэтический аналог вот этого слова upset, который употреблялся в 19 веке для рифмы и остроумного содержания. То есть в современных аналогах песни уже часто звучит upset. В оригинале было upset. Мы специально искали именно оригинальное звучание upset. И давайте споем all together now. Все вместе. Все вместе. споем поэтической Now the ground is white. Мы это уже знаем. Земля белая. And the night is young. Красивое выражение. Смотрите. The night, именно сегодняшняя ночь, is young. The night, именно сегодняшняя ночь. Поэтому с определенным артиклем, это ночь, is young, молодая. Night еще имеет значение как вечер. Наверное, мы не говорим ночь молодая, мы скорее скажем ранний вечер, вот когда смеркается. Возьми сегодня вечером сани and join us, присоединяйся к нам, join, присоединяться кому-либо, join us, присоединяйся к нам, у нас в русском языке с предлогом, в английском без предлога. Join, затем следует существительное без предлога. In this song, в эту песню, да? То есть присоединяйся и пой с нами. Возьми вечером сани и пой вместе с нами. Just get a bob-tailed bay. Get ready for a run. Just get a bob-tailed bay. Просто возьми гнидого. Get ready. Будь готов for a run. К бегу. Будь готов к пробежке. Then hitch him to a sleigh. And now we'll have some fun. Then hitch him to a sleigh. Затем запряги его в сани. And now we'll have some fun. И теперь we will have some fun. Мы будем иметь веселье. То есть мы повеселимся. Или мы будем радоваться. И снова all together now. Все вместе. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok